Южными воротами Рязани называют члены топонимической комиссии вокзал Рязань-2. Отсюда уезжают поезда к Трем морям – Каспийскому, Черному и Азовскому. Сюда же прибывают с южных направлений составы. Непосредственно перед вокзалом стоит одна из старейших гостиниц в городе, называя ее Лович. Мало кто задумывается о значении такого имени. Сегодня отмечается 28 апреля, день породненных городов. Как можно породниться с человеком, помочь ему вместе кровь проливать, защищая родину, семью. Вот породниться с городом – то же самое можно, пролив за него кровь. Русская кровь пролита за Болгарию во время Османского ига, когда мы освобождали Болгарию. И Скобелю можно вспомнить, и матушку его. А это площадь Димитрова. Привокзальная. Первое, что видят, выходя с вокзала, гости города. Та часть, которая презентует еще незнакомый, неведомый приезжему человеку город. Здесь стоит памятник, напоминающий о породнившейся с болгарским городом Рязани. Когда-то из гранитной стены, символизирующей горы Болгарии, бил фонтан. А в чаше цвели болгарские розы. А здесь символически изображено братство стран. Русский колос переплетается с символом Болгарии – розой. Знак о том, что в ходе войн с Турцией русские воины, не щадя жизни, насмерть стояли за братский народ. Кусочек Болгарии – розы, гора гранит и родничок. Вот три символа Болгарии. Наши символы – это березки. Он лейп, а шикарный. Вот, смотрите, за березкой. Просто чудо. Просто какая-то элитная. Кусты сиреней. Ну и название гостиницы «Лобич». Улица Черновицкая – широкий проспект, соединяющий два больших спальных района. Городскую рощу и Южный. Названо так в честь города Черновцы, что расположен на юго-западе Украины. В 40 километрах к северу от румынской границы на правом берегу реки Прут. За Черновцы проливали кровь наши рязанцы, с нашей области рязанской. Поэтому такая родственная связь через кровопролитие, через Великую Отечественную войну. И мы хотели бы еще предложить, учитывая события последних лет, дать в левой части поселка Южный, где всего лишь одна улица березовая, присвоить еще, может быть, парочке улиц, такие названия, как Киевская, потому что это южное направление как раз в сторону Киева, юго-западное, и Украинская. Здесь же депутат Екатерина Филиппова предложил разбить Севастопольскую аллею. И члены топонимической комиссии приняли ее предложение единогласно. Мало того, что сообщество моряков сильно в нашем городе, в годы Великой Отечественной войны моряки-рязанцы служили на водах под Севастополем. И напоминающая об этом аллея станет украшением нашего города. Все это пространство улицы Черновицкой от храма, который виден в створе этой улицы, очень замечательно поставлен, и уходящим туда, на окраину Рязани, на южную окраину Рязани, по предложению нашей комиссии, по инициативе Екатерины Алексеевны Филипповой, назвать Севастопольской аллеей. Потому что уже существующая зеленая зона и красивая такая вот серединная аллейка, они образуют даже три таких зеленых магистрали. Левая пешеходная, правая пешеходная и посередочкой, которой вот на наших глазах сейчас приводится в порядок. А город Братислава, ныне столица Словакии, тоже породнился исторически с Рязанью. Великая Отечественная война связала Советский Союз и Чехословакию. Даже на доске написано, что в честь советско-чехословакской дружбы. Стоит отметить, что и в Братиславе, и в Черновцах есть улицы Рязанские, подтверждающие кровное родство с нашим городом.